Виноватым себя не считают. В Барнауле определили меру пресечения мужчине, которого обвиняют в убийстве жены. В Новолтайске семья, которая почти 30 лет жила в своей квартире, теперь вынуждена снимать ее. Почему люди оказались на грани выселения? Она спасла сотни пациентов, но сама спастись не смогла. В Барнауле сегодня простились с врачом, которая погибла от нападения собаки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это легче, чем его предшественник. Специалисты отмечают, что в данный момент, сразу после выхода с зимних каникул, в крае стало расти число заболевших детей. А вот среди взрослых прирост по гриппу и ОРВИ пока незначительный. Здесь хотелось бы все-таки еще раз обратиться к той профилактике, которая необходима в виде вакцинации. Мы видим значимо меньше и меньше последствий у людей, кто привились от гриппа. Более легкое течение. Это не значит, что это исключает заболевание, но более легкое течение. Сегодня говорить о том, что заболеваемости не будет в январе, феврале, марте, мы не можем. В то же время заболеваемость в крае коронавирусом низкая. По этой причине на днях сократили коечный фонд в ковидных госпиталях с 99 до 49 коек. Это самый минимальный объем коечного фонда. Три пациента у нас находятся в отделениях реанимации с поражением ковида. По сути дела у нас остались койки в городе Барнауле. По краю мы их переформатировали и работают теперь в обычном, привычном формате. На горячие линии по вопросам оплаты ЖКХ поступили десятки вопросов от барнаульцев. Такую активность горожане проявляют после получения коммунальных платежек за декабрь. Начисления в них неприятно удивили и люди с явным опасением ждут квитанции за январь. Некоторые жалуются, что сумма за отопление выросла сразу в три раза. Насколько обосновано такое повышение и могут ли расходы на коммуналку в ближайшее время еще вырасти, узнавала наш корреспондент Валентина Аскерова. Когда получили квитанцию, конечно, сами ужаснулись. То есть, если в ноябре мы платили 840 рублей, то за декабрь пришла квитанция 3100. Почти в три с половиной раза у Юлии Григорьевой выросла плата за отопление. Девушка была шокирована. О повышении тарифов ЖКХ она, конечно, знала. Морально готовилась. Но когда в канун Нового года получила платежку, от праздничного настроения не осталось и следа. В принципе, я думаю, это для любой семьи накладно. То есть, заплатить 3100 рублей только за отопление, то есть, это ощутимо для любого бюджета. Мы не живем в каких-то там таунхаусах, которые оплачивают свои квадраты. То есть, мы живем в девятиэтажке, как говорится, средний класс. Для нас это, да, ощутимо. Ощутимо для большинства барнаульцев. Так, председатель ТСЖ Константин Емешин проанализировал потребление тепла за 4 последних года. Сравнительная таблица у вас перед глазами. Если кратко, то в декабре прошлого года потребление тепла оказалось рекордным – 247 гигакалории. Единственный способ это регулировать отопление в квартирах – это задвижки на батареях. Поскольку, когда задвижки закрывают, а основная масса квартир не экономили и не делали этих задвижек, когда меняли батареи. Другая жительница Барнаула Наталья Эрград не столько удивлена новыми ценами, сколько неправильным начислением. По словам женщины, ресурсовики, в частности, теплоснабжающая организация, произвела начисление по новым тарифам с 20 ноября по 20 декабря. Хотя официальное повышение произошло с 1 декабря. Тариф 2488 рублей за гигакалорию должен действовать с 1 декабря. То есть отопление по этой цене рассчитывается именно с 1 декабря. Но у нас часть в платежку декабря попадает часть ноября, которая должна была рассчитываться по тарифу 2241 рубль 44 копейки. Почему ресурсовики часть ноября посчитали по новому тарифу, непонятно. ТСЖ и управляющие компании сейчас разбираются в вопросе. А жители, в свою очередь, надеются на перерасчет. Между тем, совсем скоро людей ждет еще один удар. С 1 января этого года выросла плата за капитальный ремонт многоэтажек. Раньше с квадратного метра по капремонту платили 5,96, а сейчас 8,92. А вот то, что на капитальный ремонт повысится, да, вот это вот совершенно полнейшая ерунда. Я думаю, вот это совершенно не обоснованно. Есть дома новые, которые совершенно не требуют таких средств на капитальное вложение. Есть дома старые, да, где, наверное, должен быть такой тариф. Получается, что новый тариф за коммунальные услуги запустил цепную реакцию. Идет серия повышений. Ее уже не остановить. Совсем скоро, уверены жители, увеличится и строка за текущее содержание дома. К коммунальному рабству пока предела нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Прокуратура Барнаула обязала администрацию города лучше расчищать уличнодорожную сеть от снега и наледи. Кроме того, надзорное ведомство в комплексе оценило содержание уличнодорожной сети краевой столицы и признало его ненадлежащим. В прошлом году на пешеходных переходах в Барнауле произошло большое число дорожных аварий, рапортует надзорное ведомство. От полученных травм на пешеходах скончалось 9 человек. Прокурорская проверка показала, что ДТП во многих случаях спровоцировали следующие факторы. Неправильно оборудованные пешеходные переходы, отсутствие дорожных знаков и дорожной разметки, светофоров. Также важный фактор безопасности на дорогах – своевременная расчистка улиц от снега и наледи. От снежного плена Краевую столицу спасает почти 280 единиц снегоуборочной техники. Однако износ автопарка превышает 70%. Не хватает и рабочих рук для очистки улиц. Все это сказывается на качестве содержания уличнодорожной сети. Прокуратура по результатам проверки внесла представление в администрацию города об устранении недостатков. Сегодня предъявили обвинение в убийстве жителю Барнаула, чья бывшая жена найдена мертвой на крыше многоэтажки. Заседание проходило в Ленинском районном суде. В общей сложности оно длилось не больше полутора часов. В завершении была избрана мера пресечения. Мужчину до вынесения приговора заключили под стражу. Как вел себя обвиняемый? Признал ли он вину? Об этом расскажет Юлия Щепина. Это бытовое преступление войдет в историю региона как одно из самых резонансных. Пропавшую искали несколько суток. В итоге тело женщины обнаружили на крыше дома. Знакомые пары считают, что причиной расправы мог стать жилищный вопрос. После развода бывшие супруги не могли поделить детей и пятикомнатную квартиру. По версии следствия, мужчина задушил бывшую супругу и замаскировал убийство под исчезновение. Но легенда была быстро раскрыта. И вот уже сегодня судебное заседание в Ленинском районном суде. Пока по избранию меры пресечения. Мне можно связаться хотя бы с Киргой. Мне даже не дали право связаться, чтобы сообщить родственникам. По данным следствия, конфликт произошел в ночь с 4 на 5 января. С целью скрыть следы преступления, обвиняемый переместил тело на крышу, присыпав снегом. А также избавился от вещей и телефона женщины. Ее тело нашли спустя трое с лишним суток. Вечером 8 января. По данному уголовному делу, подозреваемому Бадун Константину Валерьевичу, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренном частью 1 ст. 105 УК РФ. Что касаемо предъявленного обвинения, то вину он не признал. В настоящее время, по данному уголовному делу, проводятся необходимые следственные и профессиональные действия, назначенные экспертизы. От дачи показаний и комментариев обвиняемый также отказался. Но ранее Бадун на крыше дома в подробностях рассказал о случившемся. На заседании присутствовал брат погибшей женщины. Со стороны обвиняемого никого не было. Извини, Саша, я не хотел, чтобы она умерла. Так получилось просто. Меру пресечений видит заключение под стражей сроком на два месяца, то есть по 8 марта 2023 года включительно. По Думпостановление суда понятно? Понятно. Порядок обжалований ясен? Ясен. Трое суток сегодняшнего дня. Вопросы какие-то к суду имеются? Нет. Судебное заседание объявляю закрытым. Мера пресечения избрана. Мужчина ждать своего приговора будет под стражей. Добавим, что у пары остались двое детей, 7 и 11 лет. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. История с выселением пенсионеров в Новоалтайске получила продолжение. Напомним, мужчина, который работал на Алтай-Кровле, попал под сокращение и не смог доработать до пенсии всего три года. При этом заводу он посвятил целых 33 года. В итоге квартира, которая должна была достаться в собственность нашему герою при выходе на пенсию, сегодня уже принадлежит другому человеку. И вроде все по закону, но, мягко сказать, не по-человечески. Подробнее в нашем сюжете. Они прожили в этой квартире больше 30 лет и даже не подозревали, что когда-то их будут выселять отсюда. Семья Николая Судыркина получила это жилье в 1995 году по договору найма служебного жилого помещения. По условиям договора, чтобы оформить квартиру в собственность, нужно было отработать на предприятии Алтай-Кровля до пенсии. Мужчина 33 года посвятил заводу. До заслуженного отдыха оставалось всего три года. И вдруг его сократили, даже не дав доработать 10 дней до статуса ветерана труда. Сегодня семью выселяют. 28 декабря был суд. И по факту мы здесь можем проживать, то есть когда вступит в законную силу решение суда. Это 28 января. Пару лет назад предприятие Алтай-Кровля обанкротилось. А Николаю в судах пришлось доказывать, что он не по своей воле нарушил договор, так как сам увольняться не хотел. А еще недавно семья узнала, что их квартира уже принадлежит другому человеку, который купил ее не глядя. Жилье продали с торгов. Нового хозяина судьба семьи, конечно, не особо волнует. Ситуация, ему это неинтересно, что мы здесь проживаем. Он хочет нас выселить любыми путями. Угрожал даже, что выключится электроэнергию, то есть подселит кого-то в нашу квартиру. Ну, то есть, в кавычках, нашу. Уже после этого позвонил нам юрист его, и уже с ним мы побеседовали и вышли на то, что какой-то договор будем заключать, арендовать квартиру. Пока семья еще не готова арендовать квартиру, которую недавно считала своей. Сегодня здесь также проживает несовершеннолетний ребенок. Внучка Николая. У самого мужчины инвалидность. К тому же, во время работы на производстве он получил серьезную травму. Но все эти факторы не имеют никакого значения для представителей развалившегося предприятия. Что я могу сделать для этой семьи? У меня есть судебный акт. Ему отказали в заявлении, в удовлетворении. Признали в конкурсную массу. В конкурсной массе имущество шляпится через торги и реализацию. Что я могу вам еще сказать? Есть закон. Но помимо закона есть и моральный аспект, когда человека выселяют из квартиры, на которую он работал всю жизнь. Семья будет обращаться к губернатору края. А холдинг сибирской медиагруппы, в свою очередь, готовит запросы в Союз промышленников Алтайского края, а также в правительство региона. Мы обязательно вернемся к этой теме. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. В Минздраве рассказали, в каком состоянии находится сотрудник МЧС, который пострадал во время пожара в торговом центре «Успех». Инцидент произошел в Барнауле в ночь на 9 января на улице Попова. В здании загорелся склад с автомобильной резиной. Возгорание удалось ликвидировать к утру. Позже выяснилось, что пожарным удалось уберечь значительную часть помещения и имущества, но зато серьезно пострадал один из спасателей. В Минздраве сообщили, что мужчину госпитализировали в отделении токсикологии БСМП номер 2. Его состояние оценивается как тяжелое. Спасатель продолжает находиться в коме. Он подключен к аппарату ИВЛ. В Барнауле сегодня простились трагически погибший Ярослава Яковец, известным в городе врачом-урологом и преподавателем медуниверситета. Почтить память собрались ее коллеги, студенты и пациенты. По их словам, ушел опытный специалист, успешно совмещающий преподавательскую деятельность и врачебную практику. Подробнее в сюжете. Лечила и делом, и словом. С такой теплотой сейчас вспоминают о Ярославе Яковец, барнаульском враче-урологе, которая недавно трагически погибла от нападения собаки. Больше 35 лет женщина отдала алтайской медицине и своим пациентам. Они благодарны доктору и по сей день. Это был врач, про которого говорят от Бога. Она всегда делала для пациентов своих больше, чем даже от нее зависело. Позвони ей в любое время, в выходной день, в праздники, даже ночью. Она всегда поможет, она всегда даже на удаленном режиме сначала даст какие-то рекомендации. Ирина долгое время мучилась от пилонефрита. После неудачных походов по клиникам девушке все же удалось найти, как говорится, своего врача. Яковец не просто назначила действенное лечение, но и поддержала пациентку морально. И на приеме в декабре врач со спокойной душой отпустила уже выздоровевшую девушку. В первый раз в жизни, я была у нее много раз, она не назначила повторный прием. Я так еще разворачиваюсь на пороге, говорю, Ярослава Валерьевна, а на контроль-то когда? Она так на меня посмотрела и говорит, Ир, да если все нормально будет, то и не надо. Как будто чувствовала. В канун Рождества Ярослава Валерьевны не стало, но ее знания и опыт будут жить в учениках. Яковец была кандидатом медицинских наук и доцентом кафедры урологии и андрологии в Алтайском медуниверситете. Женщина успешно сочетала обучение студентов и практическую деятельность. Сейчас многие ее выпускники – известные практикующие врачи. Мы знакомы, наверное, более 20 лет. Все еще началось со студенческой скамьи, с тех пор, как она преподавала и читала лекции в нашей группе на цикле урологии. Мы потеряли одномоментно, мгновенно прекрасного врача, педагога, человека, который всю свою жизнь положил на алтарь медицины. Ярослава Валерьевна вела научную работу и участвовала в деятельности Краевого общества урологов и Конгресса урологов Сибири. Имела множество наград в своей области. Для алтайской урологии ее уход – невосполнимая утрата, добавляют коллеги. Конечно, она за это время прибыла. Очень большой лечебный опыт, диагностический опыт. Ее любили пациенты. К ней очень многие приходили. Она меняла иногда место работы, все равно ее находили и приходили к ней снова. Поэтому, конечно, это утрата и для службы в целом, и для кафедры. Участвовала доктор Ярослава и в сюжетах телеканала «Толк». Ее экспертное мнение и помощь служили опорой для разных материалов о медицине. Похоронили Ярославу и Ковец на Михайловском кладбище. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. И к другой теме. 12 жителей края отравились алкоголем в новогодние праздники. Токсикологическая помощь понадобилась 28 людям, сообщили в Минздраве, подводя итоги длинных выходных. Глава ведомства подчеркнул, что эти цифры значительно отличаются от прошлогодних. Тогда, за первую неделю января, случаев отравления было больше почти в два раза. С чем связано уменьшение статистики, правда, не пояснили. Возможно, жители края на этот раз употребляли меньше алкоголя или выбирали более качественной. Об истории Алтайского края расскажут в Санкт-Петербурге. В августе этого года наш краеведческий музей повезет свои лучшие экспонаты в Государственный музей истории, в Северную столицу. Выставка станет одним из культурных событий, которые ждет алтайский краеведческий в год его двухсотлетия. К слову, только этим важный юбилей не ограничится. Подробнее расскажет Анна Рашагирова. В этом году краеведческий музей отметит 200 лет со дня своего основания. И пока главное здание, с которого и началась его история, ожидает реконструкцию, в другом музей продолжает активную работу, сохраняя прошлое по крупицам. Только за последние пять лет музей посетили больше полумиллиона человек. А два века назад сюда приезжал сам Александр Гумбольд, немецкий путешественник, который первый оставил слова благодарности основателям музея, Петру Фролову и Фридриху Гебблеру. Для слабого доказательства благодарности, своей за приятные и поучительные часы благоразумнейшего беседования, проводимых им в Барнауле, в Доме его пресвободительства, господина начальника завода. В юбилейный год краеведческий музей покажет свои самые уникальные экспонаты в ходе многочисленных выставок. И одна из них пройдет в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Так уж получилось, что история Барнаула во многом переплетается с прошлым города на Неве. Мы везем нашу библиотеку Колывана-Воскресенского горного округа, мы везем сибирскую монету, мы везем туда этнографию. В середине года представители краеведческого музея съездят, еще раз посмотрят залы, чтобы понимать, под какое оборудование какие экспонаты. В юбилейный год у краеведческого музея появился и новый логотип. Его нанесут на сувенирную продукцию – кепки, футболки и сумки. Эмблема напоминает окна главного здания музея. Этот образ поэтому всем знаком, понятен и узнаваем. И поэтому часть архитектурного фрагмента мы взяли за основу логотипа, учитывая, что сама архитектоника здесь очень идеально подходит к типографике. То есть, грубо говоря, цифра 200 идеально встает просто от эти окна. А вот в прежнее историческое здание музей в юбилейном году не переедет. Как ранее отмечали чиновники, на его реконструкцию пока так и не нашли подрядчика. Но это уже другая история. Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершении выпуска еще одна позитивная новость. Почти три с половиной тысячи пельменей слепили барнаульцы для участников спецоперации. Акцию организовало волонтерское движение «Весточка из дома». Пельмени заморозили, расфасовали и отправили на линию соприкосновения. В посылке пакетики со специями. По мнению организаторов, сытный подарок поможет защитникам почувствовать домашний уют и поддержку. На этом у меня все новости. Смотрите нас на «22-й кнопке» и в соцсетях. Звоните нам на телефон 205-545. Ну а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok